Так, давайте по-быстрому закончим. Опять разорвал у нас самый неподходящий момент. Так, очень быстро по поводу Starline. Значит, у них есть репозиторий в открытом доступе, и мы здесь тоже можем увидеть, что они строят некоторую иерархическую систему. То есть у них есть Model Predictive Control компонент, который при этом управляет подчиненными контроллерами, ну, в частности, тоже, опять-таки, по продольной, по поперечной оси. Вот, можно открыть этот контроллер, да, и посмотреть прям, как он выглядит. Да, что самое интересное, компания Starline, да, но почему-то какие-то китайцы тут. Вот, на самом деле, понятно, почему. Если поковыряться, поразбираться, да, видно, что на самом деле Starline ничего сам не придумал, они просто сделали форк репозитория. Не уверен, что сейчас можно будет найти. Ну, короче говоря, смысл в том, что китайская компания тоже, короче, сделала какой-то опенсорсный беспилотный автомобиль, вот, и Starline просто взяли за основу их проект, купили машину, оборудовали ее датчиками, и, соответственно, скачали эти исходники, ну, вернее, сделали форк этого репозитория, и вот сейчас они приглашают всех желающих, там, позаниматься бесплатно этим проектом, да, таким имиджем. Там, недавно я слышал, они там с таксовичковым уже какое-то испытание делали. Ну, короче, это пиарятся люди, товарищи. Вот, на каждом гик-пикнике в Питере вы можете встретить, там, всякие, они устраивают, ну, вот, собственно, да, они устраивают катание всех желающих на своем беспилотном автомобиле. Ну, тоже достаточно интересный, интересный пример того, как вот люди себя пиарят. Вот, я, честно говоря, даже, по-моему, с этим товарищем живу и общался. Правда, не на гик-пикнике, а я у них в офисе был. Вот, и, короче говоря, они вот, да, вот с этим товарищем. Вот, они, короче говоря, делают такой опенсорсный проект в Питере, и всех желающих привлекают. На самом деле, для них это просто некоторые замануха, то есть они занимаются, ну, как это вот эта группа, она занимается телеметрией, то есть они строят умный автомобиль, который, там, например, у вас может, там, по, из мобильного телефона, там, не знаю, запустить двигатель, например, на разогрев и так далее. Вот, и, короче, нужны спецы для того, чтобы этим заниматься, там, поддерживать их систему и сервера, разработкой заниматься, и вот, чтобы такая замануха была, они, как бы, купили себе машину и оборудовали датчиками. Все желающие могут, короче говоря, в том числе и сотрудники, заниматься в свободное время разработкой этого беспилотного автомобиля. Вот, когда я им напрямую спросил, ну, как бы, что, как бы это просто замануха, что ли, да, они мне сказали, да, это просто имиджевый проект, то есть они себя вот таким образом пиарят. Вот, но при этом интересно, что они выкладывают все исходники в открытый доступ, то есть с точки зрения обучения, да, достаточно интересно, можно поковыряться в том, как это устроено. Ну, и опять-таки, да, они, ну, тут, конечно, если посмотреть на историю изменений, ну, как бы, пока что-то не очень активно, вот, и они очень там плакали, что народ не хочет бесплатно работать, вот, но тем не менее, тоже с точки зрения такого развития, просвещения, достаточно полезная деятельность. Вот, поэтому, в принципе, все желающие тоже могут поизучать, может быть, даже вы захотите там посмотреть вживую этот автомобиль, связаться с авторами, вот, они достаточно приятные люди в общении, вот, так что, так сказать, все в ваших руках. Вот, я думаю, что на этом, наверное, все. Значит, лекции, как таковые, у нас закончились, значит, я от вас буду ждать теперь курсовых проектов. Вот, значит, ваша задача сейчас получить оценки по курсовым проектам, чтобы быть допущенными к экзаменам, потому что без оценок по курсовым проектам к экзаменам вас не допустят. Вот, соответственно, если будут вопросы, пишите в Telegram, вот, и я буду ждать тогда на следующей неделе уже от вас отчетов. Значит, надо будет присылать питоновские ноутбуки, то есть с решением ваших задач, о которых мы рассказывали, я вам на практических занятиях, вот, и подготовить на основе этих питоновских ноутбуков, то есть, по сути, просто распечатать, ну, не распечатать, в смысле, у нас сейчас в электронной все формы, вот, прислать мне в PDF-формате просто отчет. Ну, там к нему надо будет титульный лист приклеить, вот, и в целом прислать, и я думаю, что вот это будет основанием уже для того, чтобы дальше выходить на защиту. Вот, в следующий раз, наверное, уже лекции не будет, я буду ждать от вас отчетов. Все, на этом, наверное, все сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует...